С наступлением осени в город пришла ненастная погода. Сильный ветер разрушает фасады домов, становится причинами аварий, валит деревья. Чтобы предотвратить беду, сотрудники Белгорблагоустройства продолжают работу по выявлению и спиливанию старых и больных деревьев. Где, так сказать, еще с виду нормальное насаждение, его обрезаем. Ну, эти уже вот кронировали. Если посмотреть, вроде макушка зеленая, а на самом деле ствол уже внутри гнилой весь. Ну, за счет этого увеличиваем, так сказать, продолжаем его функции, чтобы и красиво было, и тем более это одно из таких деревьев, которое больше всего кислорода выделяет. Ну, и шумоизоляция, и пылепоглощение. Ну, а сейчас время подошло такое уж. Понимаете, их надо менять. Очень близко возле дороги машины ездят, люди ходят, пешеходы. Ветки падают, засохшие. Поэтому появилась необходимость их заменить. На сегодняшний день спилили более двух тысяч деревьев и обрезали около полутора тысяч по всему городу. Сейчас работы ведутся на улице Щерса. Теперь сотрудникам Белгороблагоустройства предстоит высадить молодые саженцы в рамках проекта восстановления древесных насаждений. Сейчас в Белгороде ведется активная работа по мониторингу и спилу проблемных деревьев. В парке Победы на месте старых ив появились новые молодые саженцы. Сейчас в Белгороде высажено порядка полутора тысяч молодых деревьев. Весной 2020 года сотрудники высадили более четырех тысяч новых саженцев. Это разновидности клёна, рябины, а также декоративных яблонь и лип. Такая молодежь появилась на проспекте Богдана Хмельницкого, Белгородском проспекте, в парке Ленина и в парке памяти. Уже этой осенью новые зеленые насаждения порадуют жителей улиц Королева, Губкина, 60 лет Октября и проспекта Ватутина. Работы по восстановлению древесных насаждений планируется закончить к 30 ноября этого года. Юлия Рожкова, Александр Поддубный, Белгород Медиа. Чтобы в доме было чисто, тепло, лифты работали и крыша не протекала – это всё в ведении управляющей компании. Организация, которую житель выбирает для управления своим домом самостоятельно. Однако, если ваша УК не справляется со своими обязанностями – это проблема. Её уже надо решать все вместе. Вот собралось собрание, значит, собственники должны решить по повестке дня 13 вопросов. Там расторжение договора, заключение договора, выбор управляющей компании, содержание и всё остальное. Значит, если сейчас собственники принимают, и мы вынуждены уйти, потому что, ну, просто нет сил бороться. Сколько можно? Уже время пришло, где люди, собственники считают свои деньги, хотят жить достойно. Но у нас всего в подъезде убрать. Уборщица получает 3000. Скажите, ну, где такое было видано? При невыполнении своих договорных обязанностей, собственник имеет полное право сменить управляющую компанию. И она не вправе удерживать жильцов. Как это сделать? Просто. Шаг первый – инициировать собрание собственниками или ответственными лицами. Шаг второй – уведомить все стороны о проведении собрания. Шаг третий – провести собрание с жильцами и УК. Шаг четвертый – оформить протокол. Должно быть собрано больше 50% голосов от общего числа всех, кто недоволен своей УК и принимает участие в собрании. Шаг пятый – передать подлинники решений и протоколов в орган госжилищного надзора, а копия – в управляющую организацию. Учитывая, сколько сил потребуется для созыва общего собрания собственников и выбора новой компании, нарушения должны быть существенными. Стоит помнить, всегда можно сесть за стол переговоров и все обсудить с управляющей организацией. Текущие вопросы есть всегда. Дом – это живой организм. Где-то что-то происходит, что-то нужно ремонтировать, и остановиться невозможно. И я готов, и сейчас говорю, и в прошлый раз говорил, что давайте сядем за стол переговоров, напишем план мероприятия на ближайшие 2-3 месяца. Все вопросы устранимы. И не будем будораживать народ, потому что управляющая компания связана в том числе и с лифтовыми компаниями, с вывозом мусора, с организацией обслуживания дворов, уборки снега. И когда вырывается один дом из общего двора, это не лучшая ситуация. Но если разговоры не помогают, нужно действовать решительно. Внимательно прочитайте договор, за что конкретно должна нести ответственность ваша управляющая компания. Сколько раз убирать, чинить, красить, в какой срок устранять аварии. Если нарушения очевидны, то действительно стоит задуматься о смене организации на новую. Элла Машир, Дмитрий Арема, Белгород Медиа. В здоровом теле здоровый дух. Ребята-боксеры знают об этом не понаслышке. Ведь для того, чтобы отправить противника в нокаут в первом же раунде, необходимы каждодневные многочасовые тренировки. В Белгородском спортивном клубе «Айсберг» для будущих и действующих чемпионов созданы все условия для совершенствования и оттачивания своего мастерства. Здесь оборудовано очень хорошее навыражение. Есть все для спортсменов. Как зал, в котором можно активно боксировать. Так и снаряды. И также есть снаряжение, в котором можно покачаться. Также есть перчатки для ребят. И хочу сказать, что федерация активно поддерживает ребят и также оборудовывает все залы. Это является ее основной задачей. Далеко не во всех залах Белгородской области есть такое оборудование, как в этом зале. Это очень помогает для продвижения в спортивном росте, для продвижения своей цели. Пока я стал кандидатом мастера спорта. Занимаю 6 лет в этом зале. Зал оборудован первоклассным спортивным инвентарем. Здесь и новые беговые дорожки, и новейшие комплексные тренажеры. Как отмечают организаторы спортивного клуба «Айсберг», такой зал в регионе один. А их необходимо в разы больше. Поэтому Белгородская федерация бокса и подала заявку на конкурс президентских грантов. В планах довести до совершенства 55 залов, где каждый желающий сможет профессионально заниматься боксом в первоклассных условиях абсолютно бесплатно. На сегодняшний день очень много муниципальных залов находится в плачевном состоянии. И мы сегодня улучшаем материально-техническую базу, в том числе и оборудованием новыми спортивными тренажерами. Поэтому хотелось бы, чтобы наши дети и спортсмены тренировались в комфортных условиях, приходили заниматься спортом обязательно бесплатно. Зал бокса, который сегодня вы увидели, это один из лучших залов бокса по Белгородской области. Мы бы хотели как можно больше охватить залов бокса, чтобы они выглядели подобным образом. Поэтому мы очень нуждаемся в победе в президентском гранте. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро белгородские боксеры завоевали одну золотую и две бронзовых медали. Благодаря президентскому гранту у нашего региона будут все шансы стать боксерской столицей России. Алексей Корнев, Дмитрий Ерема, Белгород Медиа.